Казахи имеют одну из самых крупных родоплеменных структур в Евразийской степи. Она состоит из трёх жузов, старший, средний и младший. 12 родов старшего жуза в основном проживают в Южном Казахстане. Согласно традиционной генеалогии казахов, известной также как Шижире, 9 из 12 родов имеют общего предка, известного как Майки Бий. Исторические источники упоминают, что он возглавлял западную часть Золотой Орды при внуке Чингисхана Батые. Эти 9 родов вместе образуют племя Уйсунов. Три оставшихся рода Жалаэры, Канлы и Шанышкэлы имеют своих собственных предков и считаются генеалогически не связанными друг с другом и с родоплеменным объединением Уйсунов. Существуют три основные гипотезы происхождения племени Уйсунов. Первое это происхождение от ранних Уйсуни, племени индоиранского или тахарского происхождения, которое проживало в бассейне реки Тарим. Этот район примыкает к месту нынешней резиденции Уйсунов. Две другие версии предполагают более отдаленную миграцию из Монголии. Поэтому в новой работе исследователи решили проверить, какая из трехверсий наиболее вероятна с точки зрения генетики. Отцовские линии южноказахских родов У 490 генотипированных из 11 кланов Южного Казахстана, включая 8 из племени Уйсунов, было определено 27 гаплогрупп Y-хромосомы. Что уже интересно. Более половины генофонда, 51% южных казахов из старшего жуза, характеризуются тремя кладами гаплогруппы Y-хромосомы C2, а 34% генофонда состоит из гаплогрупп JM172-13%, а также по 7% N1A1AM178, QM242 и R1A1AM198. Для большинства казахов старшего жуза основной гаплогруппой является C2, M217, а также M48 и M407. Среди восьми родов племени Уйсунов C2, M217 наиболее часто встречается в шести из них – Дулат, Албан, Суан, Шапраште, Ашакте и Сары-Уйсын. Эта гаплогруппа также характерна и для племени Жалаэйр. А для двух оставшихся племен Уйсунов основными гаплогруппами являются N1A1A, M178, 80% у племени Сергелия и J1, M267, P58, 74% племени Исты. А для неуйсунских племен Шенышкылов и Канглов характерны гаплогруппы QM242 – 53% у Канглов и G2P15 – 35% для Шенышкылов. Примечательно, что для последних результаты новой работы оказались довольно противоречивы, потому как у Шенышкылов из предыдущих работ была отмечена высокая частота гаплогруппы C2, в отличие от 18% в новой работе. Структурирование отцовского генофонда Уйсунов Генетические портреты трёх уйсунских родов Исты, Сергелий и Ашакте не вписываются в генеалогию, предполагающую происхождение всех девяти уйсунских родов от общего предка по имени Майкебий. Генетически отличительное происхождение также подтверждается анализом молекулярной дисперсии. В итоге получилось объединить только семь родов в один кластер с общим происхождением – Саруисын, Дулат, Албан, Суан, Шапрашты, Ашакты и Жалаиры. При этом последние не относятся к уйсунам. Филогенетический анализ гаплогруппы C2F3796 Гаплогруппа C2ST чётко различается в пределах М217, М48 и М407 по гаплотипам коротких тандемных повторов. Эта линия быстро распространилась по степям Евразии во времена завоевания Монгольской империи. Этот гаплотип предположительно был связан с гаплотипом Чингисхана или его родственников. Наиболее высокие частоты C2F3796 были обнаружены у казахов из племени киреев среднего жуза – 77%, а также баргутов – 46%, узбеков из Афганистана – 35%, хазарейцев – 38% и монголов – 35%. Наибольшее разнообразие гаплотипов C2F3796 характерно для монголов и узбеков, а наименьшее – для казахов. Филогенетическая сеть гаплотипов внутри гаплогруппы C2F3796 была построена с использованием 15 локусов коротких тандемных повторов Y-хромосомы по данным 743 человек из 25 популяций Евразии. В сети отчётливо видны 5 различных кластера. Большинство образцов из старшего жуза Южного Казахстана были включены в два вновь выявленных под кластера – α и γ, и только несколько образцов вошли в бета-кластер, датируемый 701 годом ±208 лет. Этот кластер ранее был отнесён к племени кирей среднего жуза. Альфа-кластер, датированный 746 годом ±358 лет, состоял в основном из членов неуйсунского рода Жалаир. А гамма-кластер, который назван уйсунским кластером и датирован 742 годом ±174 года, включая четыре уйсунских рода, а именно Дулат, Албан, Суан и Сары-Уйсын. Среди двух хазарейских субкластеров дельта-кластер происходит от уйсунского гамма-кластера, в то время как ε-кластер происходит от общего основателя C2F3796 и помимо хазарейцев включает несколько узбекских гаплотипов. Время до самого последнего общего предка Время до самого последнего общего предка гаплогруппы C2F3796 по маркерам однонуклеотидного полиморфизма и коротких тандемных повторов отличается и варьируется от 1544 лет плюс-минус 424 года до примерно 2600 лет назад. Возраст альфа-кластера составил около 750 плюс-минус 300 лет, возраст бета-кластера 650 лет плюс-минус 332 года, а у гамма-кластера 742 плюс-минус 174 года. Близкое совпадение возрастов всех трёх кластеров свидетельствует о быстром росте численности казахских родов в XIII-XIV веках. Это также прекрасно совпадает с периодом расширения Монгольской империи. Примечательно, что возраст гамма-кластера Уйсун совпадает со временем жизни предполагаемого предка Майкебия . Так всё же, чьими потомками являются представители Южного Казахстана? Установлено, что субклад C2F3796 гоплогруппы C2ST является наиболее распространённым в популяции Южного Казахстана. В этом смысле C2ST является ключом к расшифровке прямого отцовского предка родов старшего Жуза. Более того, согласно историческим исследованиям, время жизни легендарного предка Уйсунов Майкебия совпадает с Уйсунским гамма-кластером. Самому древнему образцу этой линии под класс C2Y 45-80-700 лет, и он принадлежит монгольскому буддийскому погребению Золотой Орды в Центральном Казахстане из Карасуырского могильника. И он тесно связан с Уйсунской гоплогруппой C2ST. А вот единственный изученный на сегодняшний день образец Усуньи из могильника Тургень-2 из Семерещья относится к гоплогруппе R1A1A Z93 и Z94 под класс R1A1A Y41571. Другие древние экземпляры из Таримского бассейна, где жили Усуньи, также принадлежали к гоплогруппе R1A1. При этом все ранее изученные казахские образцы принадлежали к другой ветви R1A, а именно к R1A1A Z94 субклад Z2125. В целом R1A редко встречается среди Уйсунов, только 6%. Поэтому их отцовские линии, скорее всего, произошли от ранних монгольских популяций, а не от представителей племени Усуни. Согласно сокровенному сказанию монголов, ранние монголы делились на Нерун и Дарлекин монголов. Но кто из них является предком Уйсунов? Единственный генетически изученный род преемник Дарлекин монголов – это конграты, у которых гоплогруппа C2M407 присутствует с высокой частотой 86%, в отличие от Уйсунов. Согласно генеалогии, не только Уйсуны, но и Ротшаны Шкылы, старшего Жуза, являются потомками Нерун монголов. Помимо этого, линия C2ST идентифицируется у нескольких генетических родословных Нерун монголов, как к примеру, у генигэсов, мангутов и хатагинов, а также среди хазарейцев. Поэтому в целом исследователи предполагают происхождение Y-хромосомных линий основных популяций Южного Казахстана от Нерун монголов. Выводы Результаты исследования представителей старшего Жуза Южного Казахстана показали генетическое сходство шести уйсунских и одного неуйсунского рода друг с другом. В то время как остальные четыре рода, два уйсунских и два неуйсунских, имеют отдельные отцовские линии. Таким образом, генетические данные не во всех деталях воспроизводят традиционную генеалогию казахов. Однако в целом генетические свидетельства согласуются с общим происхождением большинства родов Южного Казахстана. При этом значительная часть населения происходит от трёх основателей, которые жили около 700-800 лет назад, в отличие от одного основателя согласно традиционной генеалогии. Эти три кластера были идентифицированы в пределах гаплогруппы C2ST F3796. Первый кластер характерен для большинства уйсунских родов, второй для неуйсунского рода жалаир Южного Казахстана, а третий для племени Киреи в Северном Казахстане, но включает и отдельные образцы из Южного Казахстана. Преобладание гаплогруппы C2ST в Южном Казахстане позволяет предположить происхождение большинства Y хромосомных линий от нерун монголов. Исследование также не подтверждает гипотезу происхождения родоплеменного объединения казахов уйсун от кочевого племени усуней, которые жили в бассейне реки Тарим или от Дарликин монголов. А я на этом не прощаюсь, хорошего вам настроения, не забывайте оставлять комментарии и подписываться на канал.